Виктор Владимирович, много вопросов по поводу новообразования на коже, пятен различных на коже. И первый вопрос, который мы получили от наших подписчиков, поясните, пожалуйста, вот Витилиго лечится или нет, вообще откуда берется, какова его природа происхождения и с чем может быть связано развитие этого заболевания. Я хочу сразу сказать, что Витилиго относится к одному из самых любимых мною болезней. Потому что это самая непонятная болезнь, имеет огромное количество лиц, имеет огромное количество названий, имеет огромное количество прикладных методов воздействия. И Витилиго как раз таки относится к тому заболеванию, которое очень конкретно связано с нахождением человека на постоянном жительстве. Это доказали еще китайцы, много лет назад. Потом это было болезненько, которое с удовольствием, но я не могу себе сказать, что наравне со мною. Наверное, я могу себя отчасти маленько с этим величайшим гением и авторитетом медицины, который нам всем известен, как Абу-Ин-Сина или Авиценна. Недаром на востоке Витилиго называют болезнью китайцев или болезнью Авиценны. Так вот, Авиценна, один из первых, указал о том, что как раз таки постоянное место жительства имеет прямое отношение к развитию Витилиго. По большому счету, сегодняшние достижения биохимической науки, лабораторной диагностики показали о том, что Витилиго это заболевание, которое тесно связано с поведением крови, тесно связано с периодами распада гемоглобина, очень тесно связано с поведением желчи, очень тесно связано с так называемой желчелогикой, очень тесно связано с сезонностью человеческого проживания. Поэтому вот Витилиго, как я уже говорю, это такое очень интересное заболевание. Вот по своему опыту в Америке, я знаю, что на Аляске Витилиго лечили тюленьим жиром, у нас в Мичигане лечили солью, специально которую выпаривали из Великих озер. А одним из таких самых, будем говорить, прикладных методов лечения, это является, конечно, иглоукалывание, правильно проведенное прижигание, прогревание, или наоборот, охлаждение биологически активных точек. И одним из таких, на мой взгляд, успешно попадаемых, с точки зрения диагностики и терапии, методов лечения, это является то, что в свое время предложил как раз таки Абуэнсина или Авиценна, использовать медный купорос. На сегодняшний день в нашей клинике мы активно используем гальваническую медь, очень тесно связываем это состояние, напрямую связываем это состояние, с состоянием тонкого и толстого кишечника, которое, в общем-то, напрямую связано, из-за тавтологии, с поведением желчи. Ну и лишний раз хочется сказать о том, что три кита лежат в основе формирования витилиго, помимо того, что это меланоциты, клетки кожи, которые входят в состояние депрессии и не вырабатывают в определенном, вернее, не накапливают в определенном виде количестве необходимого для окрашивания кожи пигмента, напрямую связано с тремя, как я говорю, уже китами. Это цинк, это медь, это железо. То есть, связано с дефицитом микроэлементов, но не по факту, что недостаток в питании, да, а по факту того, что ферментные системы не срабатывают. Не срабатывают, да. Не срабатывают. Не срабатывают, да. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать, что одним из удивительных в этой части открытий, на мой взгляд, является то, что витилиго тесно связано с таким заболеванием, офтальмологическим, или даже, скорее, состоянием, как дольтонизм. То есть, по факту, перед нами две важнейших задачи. С одной стороны, нормализовать желчелогику, а с другой стороны, создать для ферментных систем специальные условия, чтобы они вырабатывали те ферменты, которые усваивают цинк, медь и железо. Нормально, в полном объеме, самостоятельно. И вы говорите, что эти подходы, они возможны именно в клинических условиях. А можно ли какие-то попытки совершить, например, если что-то из наших технологий для самостоятельного применения рекомендовать? Глубоко изучив организм, можно ли сделать такую попытку? Имеет ли она право на существование, на положительные, можно ли надеяться, результаты? Ну, я хочу сказать и лишний раз, погордиться вами, Татьяна Владимировна, и немножко собою. Потому что, нами с вами изобретены три замечательных препарата. Ну, нами изобретены все препараты биологически активных добавок к пище. Но вот три препарата, которые мощнейшим образом влияют на состояние депрессии, метаболизма, который может протекать по типу витилиго. Это замечательный препарат Доктор Желч. Это нейробелит, и это наш вот новейший препарат Сантабелит. И в связи с этим хочется сказать о том, что в домашних ли условиях, в условиях амбулатории, в условиях клиники, в условиях санаторно-курортного лечения, абсолютно бесполезно заниматься и пытаться даже заниматься терапией витилиго без антипаразитарной защиты. Плюс к этому я хочу сказать о том, что витилиго является системой, так называемой, кожного перевертыша. Очень часто около витилижных, или около витильных пятен, около витильных пятен развивается через определенное время жизни человека. Кератомы, кератозы, липомы могут появиться. И очень часто витилиго сопровождается внутренними проблемами, такими как аденомогипофиза. Потому что гипофиз в данном случае является самым главным продуктантом, самым главным, будем говорить, прокуратором систем тех гормонов, которые отвечают за качество окрашивания кожи. Если говорить вообще, с точки зрения пигментации. А это и поведение крови, это поведение, в первую очередь, гемоглобина, это поведение пилирубина, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот то, что, в общем-то, на первый взгляд кажется, ну, есть в определенной степени какой-то эстетический диссонанс. Плюс к этому, исторически мы знаем, что большого количества людей, известных достаточно, страдали или были носителями витилиго. Если будет интересно, я в следующем ролике могу пофамильно назвать этих людей. Но, кстати сказать, вот, из известных людей для нас. Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии в области литературы страдал витилиго. Сергей Коненков, величайший скульптор страдал витилиго. Академике ОФЭ, которому Владимир Васильевич Высоцкий посвятил замечательные слова, что Академик ОФЭ сказал, что не нужно никакой физкульптуры, а достаточно коньяка и кофе, для того, чтобы быть всегда здоровым. Так вот, Академик ОФЭ страдал витилиго. И вообще, если вещи с точки зрения историзма отслеживать, очень интересный факт исторический, был такой в средние века, когда началось освобождение Испании от мавров, от арабов, от мавров, то вот, по наличию, по наличию деприментации у негроидов, у негроидов, инквизиция не казнила этих людей. Потому что они считали, что происходит уже некое перерождение этих людей, и негроиды становятся белыми. То есть, вот Господь уже свою длань над ними протянул. Кстати сказать, кальций принимает активнейшее участие в этом плане, помимо микроэлементов. Но кальций является макроэлементом, вы знаете. И, кстати, огромное количество проблем, которые были у Майкла Джексона, царство ему небесное, с точки зрения боли в суставах, боли в костях, как раз таки было связано с тем, что он искусственным образом себя депигментировал, стараясь стать условно белым человеком. При этом, абсолютно не понимая, наверняка, хотя американские врачи очень сильно подкованы части биохимии, о том, что все это пептиды, о том, что все это белок и кальций принимает прямое отношение, имеет прямое отношение к поведению белков в этой части. Потому что все, практически, пигменты, это в той или иной степени, но белковое соединение. Поэтому, внимательно отслеживайте уровень кальция, внимательно отслеживайте ваше горло, следите за ангинами, следите за придатками женщины, мужчины, следите за своими яичками. И, в общем-то, вот видите, такой вот разброс, казалось бы, вопрос был связан с витилиго, он тянет за собой такой целый веер распространения в те или иные проблемы терапевтические. Но это очевидно, потому что все равно это печень и желчный пузырь. Это желчь, это желчь, это качество желчи. Когда мы говорим о том, что витилиго, это лишь эстетическая и какой-то диссонанса, просто которая не входит в привычный стереотип восприятия нами соседей, ближнего нашего окружения, я хочу сказать о том, что это глубочайшее заблуждение. Потому что витилиго, при всей своей внешней скромности протекания, имеет очень глубокие биохимические корни. И, кстати, вот готовясь к вопросам Татьяны Владимировны и сегодняшней съемки, я насчитал 27 человек, известнейших авторитетов в мире искусства, науки, спорта, которые были подвержены такому состоянию, как витилиго. И половина из них, к сожалению, закончили свою жизнь в состоянии деменции. Имейте, пожалуйста, это в виду. И лишний раз хочу сказать о том, что когда мнящие себя медицинскими авторитетами блогеры вам вешают лапшу, в буквальном смысле того слова, что печень сбрасывает свой мусор в желчь, что имейте в виду, что это не просто глупость, это очевиднейшая глупость, это очевиднейшее вредительство и очевиднейшее предательство медицинского искусства и медицинской науки. Потому что такого быть не может. Такого быть не может. Поэтому следите за печенью, следите за желчью. Следите вы за желчью, у вас рациональное чем? Рациональное питание, рациональный режим труда и отдыха. И так далее, и так далее, и так далее. То есть здоровье надо, конечно, поддерживать в этой части. Как справляться с различными проявлениями кожных изменений, пятнами, депигментацией, липомами, наростами, так называемой кожно-коростой, лишаями, различными кератомами, как проявлением кератоза. Мы будем говорить и на нашем авторском вебинаре. Ссылочку на него вы найдете легко под этим видео. Милости просим, регистрируйтесь, приходите, задавайте вопросы. Не только по поводу витилига, но и других проявлений кожных. И хочу, кстати, сказать, пользуясь случаем, о том, что огромное количество тропических изменений, катастрофически протекающих при варикозном страдании нижних конечностей, напрямую, как раз таки связано с теми же механизмами, с теми же механическими процессами, которые вызывают витилига. Одним словом, приходите, будем разбираться и бороться с этими делами. Продолжение следует...